Приветствую вас, друзья! С новым вас 2021 годом! Когда провожаешь старый год, ждешь, что все невзгоды и трудности уйдут вместе с ним. Так же и Путлер якобы нам того же желал в своем же обращении. А что он сделал на самом деле в первые же дни нового года? Мы же ему никакие не соотечественники. Он же другой страны президент. Депортации он начал граждан СССР. Только куда неизвестно. Ну, так что за подарочек он нам приготовил? А вот он, указ от 04.01.2021 номер 12. Давайте посмотрим вкратце. Его суть такая. Создали некий координационный совет, который устанавливает уровни риска благополучия человека при заносе на территорию РФ и опасных заболеваний. Первый, второй и третий уровни. И соответствующие запреты к ним. Значит, при первом уровне усиливают контроль пограничников за всеми людьми и пребывающими транспортными средствами, а также объявляют готовность к принятию пациентов с опасными инфекционными заболеваниями. Там еще различные указания смежным министерствам, здравоохранения, иностранных дел, Росгвардии и так далее. При втором уровне все то же самое. И плюсом идет запрет въезда на территорию РФ и людей и транспортных средств, машин и самолетов, у которых якобы имеются те самые опасные инфекционные заболевания. А при третьем уровне все, что в первых двух уровнях, и плюсом уже, как вы догадались, полный запрет уже и въезда, и выезда всех людей из населенных пунктов, сел, деревень, городов, поселков и так далее. Вот такой подарочек от президента РФ или уже России, поскольку ведомство переименовали, где было РФ, там уже значится Россия, а президента почему-то забыли переименовать. И если такой подарочек от Пыни прилетел в первые дни, чем же он порадует нас в оставшемся 2021 году? Господа букмекеры, делайте прогнозы, а вам, дорогие друзья, здравия, терпения и хорошего настроения. Пока!